Первый вопрос о делегации депутата Хоржана в Республику Молдову 8 октября 2017 года. Еще раз выражено публичное порицание этому ранее обсуждаемому действию. Но оснований для начала прокурорской проверки не выявлено. Дана оценка и празднование у столетия Октябрьской революции. По словам общественников, в Бендерах все прошло на высоком уровне. Сохранить ли официальный выходной или перенести праздник на 4 ноября, обозначив, как в России, Днем народного единства, после долгих дебатов пришли к тому, чтобы раздать анкеты по предприятиям и узнать мнение горожан. К слову, подавляющее большинство общественников считает преждевременной отмену Красного дня календаря. Я все-таки считаю, что 7 ноября – это тот праздник, который наше старшее поколение, оно его выстрадало. Это остается в их памяти. И я считаю, что нельзя лишать наше старшее поколение этого дня. Мы сейчас сталкиваемся в школах, что многие дети даже не знают, что это такое было. Они не знают, что была Вторая мировая Великой Отечественной войны. Я считаю, что 7 ноября нужно оставить выходным днем. Поступило предложение рассмотреть и выдвинуть на номинацию конкурса «Человек года-2017» социально значимого общественного деятеля. Много вопросов связано с письмами горожан, со спортом и молодежной политикой, со здравоохранением, с транспортом и службами ЖКХ. Обратили внимание и на религиозные организации, в том числе и свидетелей Иеговы. Вывод общественников – взять их деятельность под строжайший контроль. Также большая работа общественного совета была проделана при сборе подписей в поддержку миротворческой миссии в Приднестровье. Окончательная цифра у нас, одна из лучших цифр, конкретно мы еще не знаем, потому что сегодня все документы лежат в аппарате президента. 19 103 граждан БНДР подписались в защиту миротворческой миссии России на Приднестровье. И я думаю, что все, кто принимал в этом участие, и жители, и организации, и профсоюзы, и партия обновления, и комсистическая партия, союз женщин и так далее, и тому подобное, всем жителям большое спасибо. Например, особое внимание, по мнению горожан, нужно уделить лицам без определенного места жительства, обогреть и накормить. Иначе в ближайшие морозы проблема ляжет на плечи работников горбольницы. Сегодня стоит вопрос и об наших аптеках, стоит вопрос сегодня о тех ста номинованиях лекарств, которые сегодня в обязательном порядке будут, и там и цены, и все остальное. Нужно рассмотреть сегодня о регулированных ценах на рынке и в магазинах. И сегодня у нас осматривались вопросы, идет проект рассмотрения вопросов в новой программе о почетном гражданине города БНДР. Работа общественников ведется совместно с руководством города и дает положительные результаты. По некоторым проблемам будет проведено анкетирование в учреждениях города. Как говорит председатель общественного совета Иосиф Геррис, их работа ведется в интересах жителей города. Каждый бендерчанин может опустить письмо со своим обращением в адрес организации в специальный почтовый ящик в холле госадминистрации. Елена Расланова, Татьяна Погожева, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.